В общем, друзья, почитав комментарии под предыдущим видео, посмотрев на вашу реакцию, я решил отказаться от этой идеи сделать большой, состоящий из нескольких частей обзор с разбором каждой из позиций. Так сказать, не зашла моя идея, поэтому вернемся к более привычному формату. Хотя я думаю, сделаю как-нибудь большой полноценный обзор, который будет идти больше часа, потому что когда я пытаюсь вложиться в хотя бы 20 минут, мне приходится много чего убирать. Я хочу посмотреть и разные позиции разных сторон, я хочу посмотреть целиком выступления нашего дипломата, ну и конечно же покомментировать что-то хочется, но в таком случае я в 20 минут не влаживаюсь, поэтому приходится от чего-то избавляться. В общем, ладно, в прошлом видео мы узнали, что представитель Палестины обратился к ООН с просьбой хоть как-то остановить Израиль, который уничтожает сектор газа вместе с людьми и признать Палестину полноправным участником Организации Объединенных Наций. Сейчас Палестина имеет статус страны-наблюдателя. Сегодня же мы посмотрим на реакцию остальных стран, послушаем выступления нашего дипломата и посмотрим за очень позорным голосованием, но сразу же после небольшой рекламы. Тюменцы из Кейс Гуру подвинули крупнейший мировой бренд Xiaomi и выкатили целую серию роботов для домашней уборки. Причем не просто бюджетных, а с кучей интересных необычных функций. Тюменский робот-пылесос с огромными колесами преодолевает пороги, ковры, любые препятствия до двух сантиметров. Рабочий ресурс у тюменца тоже огромный. Аккумулятора и пылесборника хватает на месяц. Заряжать и чистить нужно после двух-трех уборок. Вертикальный пылесос с невероятной силой всасывания весит всего два килограмма, а мощность при этом в разы выше, но главная цена в разы ниже. Наконец, самый интересный из тюменских гаджетов – ручной вакуумный пылесос «Батон». Настоящий хищник в мире уборки. Всасывает мощнее, чем полноразмерный Дайсон, а вес всего полкило. Чумовой подарок для водителей, мамочек, любителей поесть на диване и владельцев животных. А главное, что могут дать россиянам тюменцы из Кейс Гуру – гарантированную уверенность в своих гаджетах. В описании ссылка на тюменские супергаджеты, а по промокоду LISROP24 – скидка. Представитель Израиля сразу же обвинил Совет Безопасности ООН в том, что на Совете Безопасности не призывают к освобождению заложников и не осуждают Хамас. Сколько раз Совет осудил Хамас в связи с ужасающими злодеяниями, которые они совершили 7 октября? Ни разу. Ни разу. И да, и нет. Представитель Израиля слегка лукавит. Потому что в программных речах и на заседании Генеральной Ассамблеи, и на заседании Совета Безопасности ООН Хамас осуждался. Но вот резолюции, осуждающей Хамас, действительно нет. Потому что резолюции, которые они там пытались принять, в первую очередь гуманитарные. Да, там есть осуждение терроризма, там есть осуждение нападения на Израиль, там есть осуждение нападения на Газу. Но там нет конкретных, скажем так, имен. Израиль же говорит, что нет, мы хотим, чтобы там было прописано, что мы осуждаем именно Хамас за нападение на Израиль. И мы действительно осуждаем Хамас. Но Израилю отвечают, что, во-первых, если мы сюда впишем Хамас, это будет уже не гуманитарная резолюция. Ну а во-вторых, если мы туда вписываем Хамас, то тогда туда же надо вписать осуждение Израиля за нападение на гуманитарные конвои, на больницы, школы и прочие вещи, которые он там делает. На что Израиль отвечает, а мы-то что, это на нас напали из-за вот этого вот разногласия и не принимается эта резолюция. Так что говорить о том, что Совет Безопасности ООН не осудил Хамас, это, ну, вранье, осудил. Просто резолюцию согласовать не могут. Вместо того, чтобы осудить зверство Хамас, вместо того, чтобы предпринять конкретные действия, чтобы наши заложники вернулись домой, Совет постоянно голосует за резолюцию, которая дала бы статус полноценного членства государства Палестина. А вот тут я не совсем понял. Возможно, я какие-то из заседаний пропустил, но я что-то не помню, чтобы постоянно голосовали за то, чтобы Палестина стала полноценным участником. Да и что плохого в том, что Палестина может стать полноценным участником? Ну, то есть, страна есть, а в организации объединенных наций она находится, по сути, на птичьих правах. В чем проблема? Жаль, что представитель Израиля не раскрыл эту мысль. Насколько далеки члены Совета от реальности, чтобы уделять и время, и ресурсы для того, чтобы поддержать резолюцию, которая вообще ничего общего имеет с положением на местах? Резолюция, которая окажет нулевой, нулевой положительный эффект на стороны, а вызовет лишь разрушение в предстоящие годы и поставит под угрозу, в принципе, диалог между сторонами. Обычно под такие видео приходит немало людей, которые начинают защищать Израиль. Пишут, что я не прав, я не разбираюсь, да я вообще поддерживаю Хамас. Ну, сразу хочу сказать, что я ни Израиль, ни Хамас, ни Палестину, ни Иран, никого там не поддерживаю. Я просто наблюдаю со стороны и охреневаю. И очень жалко людей, которые оказались в эпицентре вот этого замеса. Но, объясните мне, пожалуйста, каким образом резолюция, меняющая статус Палестины с страны-наблюдателя, в полноправного участника Организации Объединенных Наций, может повредить диалогу между Палестиной и Израилем? Возможно, это как-то связано с тем, что Израиль оккупирует палестинские территории. Я точно не знаю. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Напомню вам, что базовые требования приема в ООН на миролюбивое государство, второе территория, третье правительство и возможность поддерживать отношения с другими государствами. Это четвертое. Но, кроме прочего, очень важный принцип, который указан в статье 4 Уставона, я цитирую, членство в ООН открыто всем миролюбивым государством. Всем миролюбивым государством. Звучит как шутка. Кто-то сомневается, что палестинцы не удовлетворяют этим критериям. Кто-то здесь, какой-либо палестинский руководитель, в общем-то, в принципе, осудил убийство наших детей. Палестинская автономия вообще не имеет никакого контроля над сектором газа. И это известно всем. Но даже в Джудее и Самарии все, многие, вернее, города и села, ими руководят настоящие террористы. А палестинская автономия, как мы видим, никакого авторитета там не имеет. Ну, тут я частично соглашусь с представителем Израиля, потому что руководство Палестины действительно не имеет контроля над частью своей территории. Тот же самый сектор газа управляется Хамасом. И тут могут начаться разговоры о том, что есть боевое крыло Хамаса или террористическое, а есть политическое крыло Хамаса. Так вот, сектором газа управляет политическое крыло Хамаса. Но ведь это Хамас. Разумеется, это ни в коей мере не оправдывает те зверства, которые там устроил Израиль. Точно так же, как ничто не может оправдать те зверства, которые около полугода назад устроил Хамас. Так вот, что насчет изменения статуса Палестины? Может быть, оно как-то положительно повлияет на эту ситуацию? У Палестины появятся новые инструменты, предусмотренные Организацией Объединенных Наций. И это будет очень хорошим первым шагом к нормализации обстановки. Ну или хотя бы к попытке нормализировать эту обстановку. Так кого сегодня примет в Организацию Совет? Хамас в Гази или палестинский джихад в Наблусе? Кто будет руководить этим образованием? Ну как кто? Даже в статусе страны-наблюдателя Палестина представлена в ООН. Тут знаете, представитель Израиля опять слегка манипулирует. Потому что речь же идет не о том, кто там будет управлять. Вопрос в том, что представительство Палестины не имеет полноценного контроля над этими территориями. И Израиль, между прочим, в этом играет не последнюю роль. Ведь именно Израиль усиливал влияние Хамаса на территории сектора Газа. А теперь такие, ой, а кто будет управлять? Как будто бы непонятно, кто будет управлять. Тот, кто сейчас представлен официально в ООН, тот и будет управлять. Это никоим образом не миролюбивое государство и статуса не заслуживает. Интересно, а это определение подходит самому Израилю? В общем, Израиль категорически против, чтобы Палестина стала полноценным участником организации объединенных наций. Позицию Палестины по этому вопросу мы смотрели в прошлом видео. Ну а сейчас я вместе с вами хочу посмотреть позицию России по этому вопросу. Но тут уже, как обычно, без моих комментариев и целиком. Уже 7 месяцев на Ближнем Востоке полыхает острейший конфликт, унивший жизни уже свыше 34 тысяч мирных жителей Газа. Спираль эскалации с каждым днем закручивается все сильнее, втягивая новые страны-регионы. Над ним впервые за многие десятилетия нависла угроза полномасштабного вооруженного противостояния. В сегодняшнее заседание хорошая возможность оценить, что международное сообщество за все это время смогло и чего не смогло сделать для разрешения этого кризиса. Первое и самое главное. Потребовал ли Совет Безопасности ООН, как предполагает его мандат, от сторон немедленного прекращения огня? Да, в резолюции 27-28 формально на период Рамадана, который уже истек. Но с переходом к устойчивому и длительному прекращению огня. Для этого нам с Китаем пришлось завитировать проект американской резолюции, направленный ровно на то, чтобы прекращения огня не было. Смог ли Совет проконтролировать выполнение этого решения и принудить к этому тех, кто его проигнорировал? Проигнорировал. Увы, нет. Произошло ли это потому, что мы мало старались? Подобное утверждение было бы абсолютно неверным. С 7 октября прошлого года Совет днями и ночами обсуждал варианты продуктов, нацеленных на остановку насилия в Газе. Всего делегациями было предложено 10 различных проектов резолюций, что, согласитесь, немало. Россия еще 16 октября внесла первый проект резолюции о прекращении огня в секторе, против которого проголосовали Франция, Великобритания, Соединенные Штаты и Япония. Следующий проект, представленный Бразилией 18 октября, США единолично завитировали, хотя в нем содержалось столь важное, как теперь заявляют американские коллеги, формулировка про осуждение Хамаса. Представляете, сколько жизней могло бы быть спасено, если бы эти предложения были тогда поддержаны? В том числе и жизни заложников, освобождения которых мы тоже требуем. С тех пор Вашингтон принимал вето еще трижды, чтобы не позволить Совету принять решение, которое бы остановило израильскую военную операцию в Газе. Американские коллеги не скрывали, что воспринимают Совет Безопасности как помеху, которая не должна путаться под ногами у их эффективной дипломатии на земле. А на самом деле, чтобы дать своему главному ближневосточному союзнику полную свободу рук для зачистки анклава. Мы хорошо помним и надеемся, что остальные члены Совета Безопасности также не забыли, как американская делегация требовала вымороть из любого проекта малейшее упоминание необходимости прекратить насилие. Коллеги, каждая американская вето по Газе – это не просто статистика голосования в Совете Безопасности ООН. Нельзя забывать, что у него была бы и конкретная страшная цена жизни тысячи мирных жителей Газа. Шесть месяцев потребовалось Вашингтону, чтобы наконец осознать, что он утратил практически все рычаги влияния на Израиль и попал в ситуацию, когда хвост виляет собакой. Когда Тель-Авив фактически диктует свои условия, требуя от американцев безоговорочной поддержки для любых своих безрассудных решений. Тогда, в марте этого года, США, порицаемые уже практически всеми в международном сообществе за все свои бесчеловечные случаи применения вето, предложили в попытке обелиться крайне странный проект резолюции, который в философском ключе определял некий императив прекращения огня без собственного требования об этом. Одновременно документ был буквально нашпигован опасными закладками и минами, которые фактически давали зеленый свет на дальнейшую военную операцию Израиля, в том числе по зачистке Рафаха. Как я уже сказал, мы с китайскими и лажирскими коллегами не могли допустить, чтобы Совет одобрил такую лицензию на дальнейшее убийство мирных палестинцев. И именно благодаря этому Совет Безопасности смог через три дня принять упомянутый мною подготовленный десяткой непостоянных членов документ с требованием о прекращении огня на период Рамадана. США теперь лицемерно обвиняют Россию и Китай в витировании их прекрасного продукта. На самом же деле, наше вето – это пример того, для чего инструмент вето требуется, и одновременно ответ тем, кто требует его отмены, а именно для того, чтобы не допустить принятия несбалансированных и лукавых решений, продвигаемых Вашингтоном. К сожалению, Израиль резолюцию Совета 27-28 открыто игнорирует, причем при поощрении США, которые посвящили назвать эту резолюцию Совета Безопасности, не имеющей обязательной юридической силы. В итоге сложилась ситуация, которая вынудила спецдокладчика Совета по правам человека ООН по вопросу о положении в области прав человека на ОПТ Франческо Альбанезе констатировать, что порог совершения Израиля преступления и геноцида пройден. При этом она охарактеризовала заявление израильского руководства о якобы соблюдении норм международного гуманитарного права, а также использовании предлогов о праве на самооборону и борьбе с терроризмом в качестве гуманитарного камуфляжа. Хочу задать второй вопрос. Удалось ли нам коллективными усилиями улучшить гуманитарную ситуацию в Анклаве? И снова счет нам с вами в этом в минус. Совет принял две гуманитарные резолюции, 27-12 и 27-20, но в отсутствии устойчивого прекращения огня они, как мы и предупреждали, так и остались на бумаге. Гуманитарные работники не могут работать в условиях активных боевых действий. Это безоружные люди. Они не могут не то что помочь мирному населению, но и даже защитить самих себя. Еще раз хотим сказать, что вопреки дезинформации, распространяемой Соединенными Штатами, обе эти резолюции, как и резолюция 27-28, содержали меры, направленные на защиту гумперсонала, но без прекращения огня они не могут быть реализованы. Зачистка Израилем газа уже побила исторический антирекорд по жертвам среди гуманитарного персонала ООН. Убито более 240 человек, включая 178 сотрудников вопор. И эта зачистка еще не закончилась. Израильские военные наносят удары по гуманитарным конвоям, блокируют их доступ, тормозят пропуск груза. Западные страны же жестко их критикуют за это, только если в результате гибнут западные граждане. Все призывы к деконфликтингу, который основан на доброй воле полевых командиров, пустые и ничего реально в бедственном положении гуманитарщиков на земле не изменят в отсутствии полноценного режима прекращения огня. Наконец, последний вопрос. Получилось ли у международного сообщества остановить расползание эскалации в регионе? И снова ответ – нет. Крайне нестабильная обстановка в Ливано-Израильском пограничье. Ливан и Сирия постоянно подвергаются бомбардировкам Израиля. По вине наших западных коллег, а именно Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, Совет не смог осудить израильский удар по иранскому консульскому объекту в Дамаске 1 апреля и подтвердить тем самым священную основу основ международных отношений – неприкосновенность дипломатических и консульских объектов и персонала. Это повлекло новый, крайне опасный виток региональной эскалации с совершенно непредсказуемыми последствиями. Такое пренебрежительное отношение Запада к отдельным государствам и их правам, деление мира на своих, которым закон не писан, и чужих, чьи законные интересы можно игнорировать, поставило Ближний Восток на грань большой войны. Вот это ваша эффективная дипломатия, уважаемые западные коллеги. Каждый раз ее плоды – это новые жертвы и разрушения. Итак, что мы имеем, если подвести итоги? Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни. Не смогло оно также облегчить их гуманитарные страдания, не смогло остановить спираль насилия. Не говоря уже о том, что с 1948 года оно не может помочь палестинцам обрести полноценную государственность. Израильский посред сегодня, произнеся свою пламенную речь, содержание которой мы уже знаем наизусть, не нашел времени, чтобы послушать остальных членов Совета безопасности и прибывших сюда арабских министров, и не только арабских. Израильский посред давно уже позволяет себе оскорбительные заявления в отношении ООН, ее персонала, самого генерального секретаря. Сегодня он не постеснялся назвать Совет безопасности террор-канцел. Только он, очевидно, забыл, что само государство Израиль было создано по рекомендации этого Совета и резолюции Генеральной Ассамблеи. Может быть, он поставит и это решение под сомнение? И, может быть, он ответит на вопрос, соответствовала ли Израиль критериям членства, когда ее принимали в ООН. Маленький кусок истории. Письмо председателя Комитета по членству Совета безопасности, председателю Совета безопасности от 6 декабря 1948 года. Оно не длинное, я его зачитаю. Комитет по членству Совета безопасности обсудил заявку Израиля на прием в члены ООН. В результате дискуссий Комитет пришел к выводу о том, что в настоящее время не обладает достаточной информацией, чтобы прийти к какому бы то ни было решению. В частности, было отмечено в Комитете, что сама Генеральная Ассамблея пока не пришла к какому бы то ни было выводу по вопросу Палестины в целом. Делегаты СССР и Украины заявили, однако, что они не видят каких-либо причин откладывать приема Израиля. Но делегат Сирии высказал озабоченность и считает, что не следует рассматривать эту заявку. Комитет по членству Совета безопасности поручил мне довести это до сведения Совета безопасности. И Комитет считает, что Совет безопасности должен принять решение в надлежащее время. Отправить вопрос вновь в Комитет или самому принять решение. Затем, 7 марта 1949 года, последовало письмо председателя Совета безопасности, передающее проект резолюции о приеме Израиля в члены ООН Генеральной Ассамблеи. Поэтому минимум, что сейчас мы можем и обязаны по всем моральным оперативам сделать, здесь и сейчас, это удовлетворить просьбу Палестины пополнить ряды членов ООН. Она проделала долгий и мучительный путь в этом направлении. И уже с 2012 года имеет при ООН уникальный статус государства-доблюдателя, не являющегося членом организации. Осталось сделать всего один шаг до постоянного членства. Призываем всех членов Совета безопасности проголосовать в поддержку соответствующего проекта резолюции, предложенного, как я уже сказал, Алжиром от лица арабской группы. Убеждены, что признание за Палестиной равного Израилю статуса будет способствовать долгосрочному регулированию Палестино-израильского конфликта на основе известной международно-правовой базы, утвержденной в рамках ООН и подкрепленной арабской мирной инициативой 2002 года. Речь идет прежде всего о создании независимого, целостного, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей Восточной Мерусалиме, который будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. Понятно, что для продвижения к этой цели, наряду с усилиями, предполагающими решение упомянутых нами острейших гуманитарных вопросов, требуется формирование коллективного дипломатического механизма. Убеждены, что важную роль в этом механизме должны играть страны-регионы, арабские и исламские государства, которые не хуже, а скорее лучше других понимают, как добиться справедливого решения, которое будет опираться на согласованную международную договорно-правовую базу. Все это, разумеется, не засладяет собой непреложную важность прекращения огня в соответствии с резолюцией 27-28, за невыполнение которой Совет вправе наложить санкции на нарушителей и саботажников его решений. Мы к этому вопросу еще вернемся в самое ближайшее время. Благодарю вас. Стоит ли говорить, что Соединенные Штаты опять, в очередной раз, единолично заблокировали эту резолюцию? Даже западные коллеги Соединенных Штатов были не против, а некоторые из них голосовали за. Но Соединенные Штаты применили право вета. На самом деле, это позорное голосование заслуживает отдельного обзора. Так что напишите в комментариях, сделать его или для вас уже тема исчерпана. Ну а так, у меня на этом все. Что думаете, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал. Ну и если хотите поддержать меня финансово, получить доступ к дополнительному контенту, то буду рад вас видеть на Бусти. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok